Привет дорогие друзья! Сегодня я делаю очень интересный тортик, называется он Крепвиль. В переводе Креп это блин, это похоже нечто на блинный тортик. Здесь очень много тоненьких коржей, но пекутся они в духовке, не на сковороде. Этот тортик очень интересный, пропитанный, сочный и вкусный. Не жалейте на него крема. Готовится он очень просто, но все-таки времени вам придется на него потратить. Для начала сделаем тесто. Отвесим все продукты. В чаши миксера я отвесила сразу сахар и сюда буду добавлять яйца. К яйцам добавлю сыворотку, можно добавить молоко, разницы не имеет. Просто сыворотки у меня дома очень много. Ставлю перемешиваться на небольшой скорости, только для того, чтобы мой сахар начал растворяться. Масло я оставила при комнатной температуре, для того, чтобы оно стало более мягким. И потом хорошо соединялось с моим тестом. Буквально пускай минутки две у вас поперемешивается жидкость с сахаром. И он у вас практически разойдется. В муку добавляю небольшое количество разрыхлителя. Всего лишь 3,4 ложки. И в верхней части перемешиваю. Для того, чтобы вдруг нам не пригодится вся мука, у меня внизу осталась мука уже без разрыхлителя. Добавлять буду я порционно. Тем более, что сейчас у меня стоит еще венчик, а тесто получится довольно плотным. Поэтому сейчас буду добавлять порционно. Мне пришлось немножечко подогреть масло в микроволновке, для того, чтобы оно стало более мягким и хорошо соединилось с моим тестом. Переставила на крюк и буду дальше добавлять муку. Я не ввожу всю муку сразу, возможно, она не пригодится мне вся, для того, чтобы мое тесто не было забито. Вот такое количество муки у меня еще осталось. И частично я его сейчас буду вмешивать в тесто. И немного у меня еще даже останется на подпыл во время раскладки моих коржей. Вся мука у меня не уйдет. Отвешивала я сразу все 900 грамм. И уже буду смотреть по тому, сколько мне пригодится. В конце концов у меня еще осталось где-то грамм 50-70 муки, которая мне совершенно вообще не пригодилась. Тесто вначале немножечко липнет, но после того, как мы с ним поработаем руками, оно практически не будет липнуть вообще. Буквально минуты 3-4 у меня заняло хорошо подмешать тесто. Раскатываю его в колбаску и буду делить на равной части. Здесь советую поделить тесто на 20 частей. Но мое личное мнение, это человеку нужно дать медаль, кто катает все 20 коржей. Я изначально делю тесто на 8 частей. Зная себя, я уверена, что у меня из обрезков получится еще минимум 2 коржа точно. Итого это уже будет 18. Поэтому я решила, что мне будет с головой достаточно и 18 коржей в этом торчике. Вроде бы этот тортик готовится несложно, все очень просто, но в то же время он занимает определенное количество времени. Но оно того стоит. Если у вас есть помощники, я уверена, что они вам с радостью помогут и вы сделаете это намного быстрее, чем я. Свои лепешки я оставила в холодильник. Минимум нужно оставить их на час. В моем случае я их оставила вообще на всю ночь. Чем дольше у вас тесто постоит в холодильнике, тем проще оно будет раскатываться. Оно станет все более и более эластичным. Катать буду сразу я на пергаменте. Пергамент у меня силиконизированный. К нему здесь ничего не пристанет. Но я немножечко припыляю вначале мукой внизу, для того, чтобы мое тесто хорошо раскатывалось. В конце припылять я уже не буду. Вот с этого момента, когда я вижу, что я половину теста уже раскатала, половину длины его ширины, то я уже припылять его не буду. Для того, чтобы мое тесто слегка как бы прилипло к пергаменту. И в процессе того, как я буду обрезать его, оно у меня не скукожилось, не собралось в центр. Тесто получается очень тоненьким. Где-то такое практически как на штрудель. Может не совсем такое прям прозрачное, но практически такое. Вырезать я буду по форме 26 см. В процессе выпечки слегка этот корж уменьшается. И где-то получится, в общем, чуть больше, чем 24 см сам этот корж. И вы видите, вот такие вот обрезки у меня еще остаются. И с них я прекрасно потом еще сделаю корж. Посмотрите, какие тоненькие мои коржи. Они вообще тонюсенькие-тонюсенькие. Выпекается этот корж при температуре 170-180 градусов около 4-5 минут. В духовке пекутся очень быстро, как раз вы успеваете раскатать следующий корж. И все, в принципе, там. Должен он получиться слегка мягким. Это он еще горячий, поэтому не могу его долго держать. Он должен получиться еще мягким, потому что все-таки это как блинчик должно получиться. Если вы его пересушите, они станут сухие, как на Наполеон. И хуже будут пропитываться, и тортик станет жестче. А так они должны получиться немножко мягкие. Должны гнуться. Они не сильно вздуваются, так как это не слоеные коржи. И вот так вот у меня получилось 18 моих коржей. Если у вас есть помощник, вам повезло. А если это еще электродуховка, что можно печь сразу по 2 штуки, тоже прекрасно. Тем временем, пока я делаю свои коржи, начну заниматься и кремами. Для начала я сварила заварной крем. Как его делать, я рассказывать уже не буду. Миллион раз об этом говорила. Здесь буду использовать и немного сливок, и немного масла в процессе. Сейчас обо всем расскажу. Для начала я начала взбивать 200 грамм масла. В него постепенно по ложке добавила ириску, свою вареную сгущенку. И вот такая вот у меня уже получилась вот такой вот масляный крем. Теперь у меня уже остыл мой заварной крем, который я сварила. Вот он накрыт пленочкой встык. Он не совсем ледяной, то есть он не должен быть прям ледяной. Но он должен быть остывший полностью. Приблизительно комнатной температуры такой же, как у нас масло. Половину этого крема я добавляю в масло. По классическому рецепту добавляют весь этот крем в масло, и у вас получается один единственный крем. Я буду делать два вида крема. Один со сливками, один с маслом. Во-первых, так и тортик получится нежнее. Во-вторых, мне так больше нравится. И смотрите, теперь я не взбиваю, я вмешиваю заварной крем в масляный. Тем самым у нас не расслоится крем. Он у нас будет более легким, и у него не будет никаких крупинок. Если бы мы начали сейчас это делать миксером, у нас бы отслоилось масло из-за большого количества жидких составляющих. А так у нас получился доволький крем. Теперь стала взбивать я сливки. Сливок у меня здесь 300 грамм. Взбила сливки я до плотности. Вы видите, они даже не выпадают у меня вот с венчика. Плотные такие стали. И добавила теперь в сливки вторую мою часть заварного крема. И потихонечку вначале перемешиваю, затем увеличиваю скорость. И взбиваю еще где-то с минуты сливки с заварным кремом. И вот получился у нас уже второй крем, вроде как пломбир. Ставлю капельку крема на низ, как всегда, для того, чтобы мой тортик не ездил по подложке. И начинаю собирать. Пропитывать я его здесь отдельно сиропом не стану. Здесь будет достаточно крема. Я бы в следующий раз, возможно, даже сварила чуть побольше вот этого вот светлого крема, более легкого. И ложила бы его побольше, для того, чтобы мой тортик пропитался еще лучше и был еще пышнее. Потому что так у меня он практически весь впитался в мои коржи. Накрываем вторым. Следующий у меня будет крем со сгущенкой. Распределяю. Если положить мало крема, ваш тортик не пропитается так хорошо и не будет таким нежным. На самом деле, этот тортик получается так же хорошо пропитан, как и Наполеон. Но Наполеон в этом случае просто отдыхает, потому что этот тортик намного интереснее по вкусу. И он не такой жирный, что ли, по коржам. Хотя, наверное, Наполеон чуть-чуть попроще для меня лично было печь. Я уже привыкла, и мне уже проще делать какие-либо бисквиты, муссовые торты, чем вот такие вот. Оставшийся один корж, на который у меня не хватило крема, 18-й, я подсушила в духовке вместе с обрезками, которые у меня остались от последних коржей. Чтобы он так немножечко поджарился. Затем его измельчила, добавив немножечко орехов туда. И этой крошкой буду обсыпать свой тортик. Тортик у меня просто к чаю, к празднику. И вот такой вот он у меня получился. Я его не стала очень сильно украшать, потому что съедим мы его так же быстро. Сейчас давайте разрежем и посмотрим, какой он получился внутри. Тортику лучше всего постоять минимум ночь. Это самое страшное. Минимум ночь в холодильнике, для того, чтобы эти коржи хорошо пропитались. Мне здесь не совсем удобно резать возле камеры. Но режется он довольно мягко. Он хорошо пропитан. Так как он у меня здесь с холодильника, а внутри есть масляный крем, он стабильный. Он не течет, не плывет. Он хорошо держит форму. И получаются вот такие вот замечательные полосатые кусочки. Сразу и мужу отрежу кусочек. Будем пробовать. И пойдем к умовьям. Понесем им кутю. Вместе с тортиком. И будем пить чай. Всех поздравляю с праздниками. Надеюсь, вам понравится этот тортик. Обязательно попробуйте. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok